Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим с вами брать уроки у Ильи. Ну, Священное Писание говорит, что мы имеем основания для этого, потому что Он человек, подобный нам, а значит, мы со своими слабостями, страхами, способностями ограниченными, тем не менее, можем, возможно, даже должны добиться таких же особых отношений с Богом, в первую очередь. И вот тот секрет, который Илья познал и научил нас, всегда слышать Слово Божье, живого Бога, присутствие было реальностью для Ильи. И это Бог, который дает свое понятное руководство, и Илья его воспринимает. Главное дождаться, это важный урок и для нас. И вот когда Илья во время кризиса, кризис еще не закончился, но посреди него Бог решает изменить локацию Ильи, там он научился быть послушным Богу в дыре, в одиночестве, в таком, ну да, с одной стороны, печально, плохо быть одному где-то в пустыне, но для духовной жизни есть иногда, ну, как бы, такое преимущество, что ты же один, ты можешь молиться, ну, сколько хочешь. Ну, кого-то с кем-то там в конфликт вступить, ну, не получится, ну, не с воронами же ругаться, в конце концов, да? И вот много можно молиться, размышлять, читать, и в конце концов стать идеальным. Ну, насколько ты идеален, ты узнаешь только тогда, когда попадешь в семью. И Бог дает ему слово и новое направление и говорит, Илья, поток засох, нет смысла сидеть на этом месте, где было много благословений, поменялось время и новая задача для тебя. И теперь о тебе будет заботиться, хотелось бы услышать, там, царь, ну, или хотя бы какой-нибудь боярин знатный, землевладелец, у которого большие поля и запасы. Нет, о тебе будет заботиться вдова. Вдова в Израиле, ну, как правило, это самый обездоленный, самый необеспеченный класс людей, вдовы. Именно к такой Илью Бог направляет. И он говорит, давайте с вами прочитали. Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. И встал он, пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова собирает дрова. И подозвал ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой. У меня ничего нет печеного. Если только горсть муки в катке, немного масла в кувшине, вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю. Это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Знаете, вот, наверное, сразу бросается в глаза, ну как, Боже, ты же сказал, что она будет кормить. Что ж она не кормит? Да ей не с чего кормить. У нее нет ресурса. Бог не отправляет нас большим бесконечным ресурсом, чтобы там мы забыли о нем. Но Бог ставит нас в такое положение, чтобы мы помнили и искали помощи от Него. Илья многому чему научился. Он знает, что с живым Богом любая ситуация изменится, если надо, чудесным образом. И именно на чудесное вмешательство Бога он надеется. И он говорит этой женщине, послушай, сделай, как я говорю, но ты должна знать по твоему послушанию. Ситуация в твоей жизни и в моей изменится. Мука не закончится, масло не истощится, переживем любой кризис, потому что Бог живой будет помогать нам. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Она пошла, сделала так, все получилось, здорово. Казалось бы, вот он, какой хорошая история. Бедная женщина в своей жизни встретилась с настоящим верующим человеком, и Бог спас ее от голодной смерти, ее и ее сына. Но хэппи-энд не сразу наступает. На самом деле, это часто в жизни бывает, вместо улучшения ситуации вдруг она ухудшается. Да, с одной стороны, благословение приходит в их дом, но следом приходит смерть. И вместе со смертью ребенка приходит и конфликт, семейный конфликт, или, как сказать, конфликт с человеком, который находится рядом, близко. И на Илью сыпятся несправедливые обвинения. Эта женщина говорит, да, ты пришел сюда, чтобы вот ребенок умер. Это из-за тебя все. Вот, ну, патриархальное же общество было, мужчины же там были главные. Вот Илья оказывается на высоте. Он не провоцируется вот этими словами. Он мог бы, наверное, сказать, слушай, женщина, что ты говоришь? Вы уже и так давно бы умерли, если бы не мое присутствие, не Бог, который заботится о тебе и о твоем ребенке. Нет. Илья молча сносит все эти обвинения, несправедливые. А по-другому, вы знаете, конфликты не погасишь. Вот в семейной обстановке, вот когда люди живут под одной крышей, кому-то нужно проглотить. Илья проглатывает. Потому что живой Бог стоит рядом с ним. Потому что это присутствие Бога никуда не делается даже сейчас, в этот момент, огромнейшего испытания. Более того, Илья хочет, чтобы благословения от этого живого Бога пришли в жизнь тех людей, которые его сейчас оскорбляют. Потому что он понимает, что они же не изменились. Когда-то они искренне участвовали в его жизни. Это женщина кормила, готовила. Но сейчас просто случилась беда, когда человек в этой беде неадекватен. И не нужно вот на эту неадекватность человеческую реагировать вот так вот остро и как-то там на обвинение обвинением. Не воздавайте злом за зло. Это уже новозаветняя мудрость. Но здесь ее Илья демонстрирует и практикует. Потому что живой Бог, которого он знает, его научил этому и дал силы. Важно знать и понимать, но и иметь силы применить то, что ты знаешь. Бог дает эти силы Илье. И вот в Сарепте, Сарепте, кстати, интересно, он переводится как плавильня. В Израиле иногда говорящее название присутствует. И в библейских историях иногда кажется, что Бог действительно делает те или иные события. И в тех местах, названия которых помогут увидеть какой-то особенный смысл. И вот в этой плавильне, в Сарепте, выковывается настоящий характер Божьего героя. Мало быть героем без людей. Наедине со словом в келье узкой. Это классно, это здорово. Но по-настоящему твоя вера испытывается, тогда, когда тебя окружают люди. И люди несовершенные. Люди, которые могут несправедливо обвинить, сказать что-то и остаться при этом добрым, любящим, спокойным, не потерявшим контроль, возможно, только при осознании, принятии того факта, что живой Бог рядом. Та женщина, с которой Илья жил под одним кровом, некоторое время обрела веру не тогда, когда первое чудо случилось, не тогда, когда наверняка он свидетельствовал о ней, но когда в кризисе отношений проявился настоящий христианский характер. Когда она несправедливое обвинение, она увидела спокойное, доброжелательное отношение к ней и понимание ее беды и решения от Бога. Человек похожий на Илью в своей жизни научится и этому уроку понимать, что люди все слабы и несовершены. И в моменты кризиса и переживания могут сорваться обидные слова, несправедливые слова, но это не значит, что нужно изменить свое поведение или отношение к тому, с кем мы имеем конфликт в данный момент. Если он нуждается в помощь, значит нужно помочь. Если в его жизнь пришла беда и нужно помочь Богу живому войти в его жизнь. И вот вдова говорит, что вот сейчас я понял, что ты Божий человек. Не когда чудеса происходили, не когда ты мне рассказывал истории важные и знания у тебя были священного писания, а когда ты проявил свою святость в ответ на мое несовершенство. Я надеюсь, мы научимся из этого урока также быть послушными Богу и быть с людьми как Иисус, проявляя милосердие, понимание, мягкий характер, ибо это лучшее свидетельство присутствия Бога в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok